Большое горе не так давно пришло в маленький домик на окраине деревни, где проживала семья Горленко, дед Иван и бабка Авдотья. Хотя их дедом с бабкой можно было назвать с натяжкой. Ивану шестьдесят только исполнилось, а Дуне всего-то пятьдесят семь. Но для молодежи они уже были стариками. Сын их рано ушел из жизни и покоился здесь, совсем рядом на деревенском кладбище. Служил он сверхсрочно, где-то на другом конце страны. Привезли его в деревню в Цинковом гробу и вручили родителям груз двести. Вояки особо ничего не стали объяснять старикам. Погиб, мол, как герой, ведется расследование, виновные в гибели офицера будут наказаны. И все. С тех пор ни слуху, ни духу, ни бумажки, ни письма. Да, и все эти расследования все равно им сына не вернут. Погоревали безутешные родители и смирились. Остался с ними только преданный пес-пират. Так звали их питомца, который теперь в какой-то степени скрашивал их горестные дни, и в котором они души не чаяли. Когда и пират вскоре умер от старости, пожилые супруги долго плакали и решили, что больше собак заводить не будут, слишком больно их терять. Правда, Иван предлагал жене взять другого щенка, но она была категорически против. Мы уже старые, неизвестно, сколько еще проживем. Что сиротить животинку? Нет, Ваня, больше никаких животных. Будем с тобой вдвоем век доживать. Иван в этом был с ней согласен. Очень он любил свою жену, Дуню, и во всем ее поддерживал. Да, осиротили мы с тобой, Дуня, окончательно. Жаль, не оставил сынок наш после себя детишек, так хотелось бы с внуками понянчиться. Был бы смысл жить дальше, а так одна тоска беспросветная. Но у кого-то наверху на этих двух несчастных стариков были совсем другие планы. Как-то весной пошли они на могилку к сыну. В этот день как раз была годовщина его гибели. Они часто бывали здесь и вместе, и по одному. Старик-отец поправлял могилку и разговаривал с сыном. Рассказывал об их с матерью жизни, пересказывал последние новости. Сегодня мать заботливо разложила на могилке конфеты с печеньем, зажгла свечи, поправила цветочки. Надо бы в ванне сходить в соседнее село, заказать сыночку-панихиду за упокой души. Надо, согласился Иван, схожу обязательно на днях. Он взял супругу под руку, и они уже собрались идти в сторону дома, как вдруг услышали какую-то возню за соседней могилой. Обойдя вокруг оградки, оба замерли на месте. Маленький худющий волчонок жевал обертку от конфеты и урчал. Он был настолько худой, что голова казалась непропорционально большой в сравнении с тельцем. Увидев людей, волчонок оставил обертку и посмотрел на пожилых супругов каким-то вопросительно укоряющим взглядом. «Ваня, обещай мне», — тихо зашептала Дуня, сильно сжав руку мужа. «Обещаю, что ты проживешь еще минимум десять лет». Тогда он буквально опешил от ее слов, но Дуня так на него смотрела, как будто от этого зависела вся их дальнейшая жизнь и, не задумываясь, он произнес. «Обещаю». И посмотрел на супругу. «Ты ведь подумала то же самое, что и я. Дуня, только ведь это не собака, это волчонок. А мне все равно, нам его сынок послал». И она, улыбаясь, подняла это тощее чудо и прижала его к груди. Так у них опять появился питомец волчонок Тихон или просто Тишка. С тех пор, как они похоронили сына, прошло два с половиной года. И вот в один из дней, возвращаясь с Тишкой из леса еще издалека, Иван заметил на пороге своего дома молодую женщину с маленьким ребенком на руках. Сердце предательски екнуло. Волк рванул вперед, но хозяин резко его остановил. Приказал идти рядом. Тишка подчинился. Он был хорошо обучен командам, но шагая рядом с Иваном, волк жалобно поскуливал. «Вот». И женщина протянула Ивану какую-то бумажку. «Сынок ваш так и не женился на мне». Не успел. Погиб. Но от дочки своей правда не отказался. Иван держал в руках свидетельство о рождении, где черным по белому было написано, что отцом девочки был его сын Горленко Валентин Иванович. Совпало все и дата, и место рождения сына. Не было никаких сомнений, что Танечка их с Дуней внучка. Радость-то какая. Иван стал громко звать жену. Маму Танечки пригласили в дом, хотели принять как самого дорогого гостя, но она отказалась. Даже ничего внятного не смогла объяснить, почему молчала столько лет и раньше не порадовала стариков такой новостью. Несостоявшаяся невестка решила срочно возвращаться домой. Она объяснила, что ей надо срочно устраивать личную жизнь, и поэтому она привезла девочку к родителям ее отца. Мол, пусть поживет с вами недолго, с годик примерно, пока я не определюсь в жизни, а потом заберу Таню к себе. Старики были рады без меры, но с тех пор прошел годик, потом другой. Танечке было уже шесть. Пожилые супруги радовались, что мать девочки так и не объявилась. Ведь они больше не представляли себе жизни без внучки. Да, и она сама все реже и реже вспоминала про мать. У нее были любящая бабушка с дедушкой, куча друзей в деревне, лес-речка и самый главный друг и защитник волк-тишка. С появлением в доме внучке у стариков забот прибавилось. Иван опять пошел работать, взяли его лесником в местный лесхоз. Работа эта для него была знакомая и любимая. Он много лет проработал в этой должности еще до пенсии. Теперь он часто пропадал в лесу на своей заимке вместе с волком. В этот раз он предупредил Дуню, что уходит надолго и возьмет с собой только тишку. Женской части семьи велено было дожидаться мужчин дома. Но вот только через три дня Иван вернулся обратно. А беспокоенная Дуня бегала вокруг мужа и допытывалась, что случилось. Он отшучивался. «Ты сперва мужа накорми, напари, в баньке погрей, а потом спрашивай». После бани Иван и вправду подобрел и разговорился. А рассказ его был такой. «В тот день я долго бродил по лесу под дождем. Ушел далеко на дальний кордон, да силы не рассчитал. Промок, а зяб и очень устал. Тишка еще с утра где-то запропастился. Он любитель шастать по лесу в одиночку. Ну, волк, что тут скажешь? Решил я не ждать его, а дойти до лесной сторожки один. Там всегда есть запас дров и еды. Можно согреться, обсохнуть, подкрепиться и отдохнуть. В печи уже вовсю трещали дрова, одежда сохла. Я открыл банку тушенки, порезал хлеб и решил для согрева выпить грамм сто. Видимо, от усталости меня быстро сморило в сон. И снится мне лето, иду я по большому полю, а рядом со мной сынок Валентин, твой Танюшка-папка. И вот мы уже почти что все поле перешли, так хорошо нам вместе, что просто не передать словами. И тут я назад оглянулся, а на другом конце этого самого поля вы стоите и мне платочками машете и зовете обратно. Хорошо мне так, сынок, но не могу я с тобой пойти. Мне еще дочку твою, Танюшку, вырастить надо и на ноги поставить. Объясняю я Валентину. Мне нужно жить, понимаешь? И я вдруг проснулся от страшного треска. Вся избушка была наполнена дымом, вокруг на полу валялись битые стекла и обломки деревянной рамы от окна. А сквозь дым на меня смотрели умные глаза Тишки. По его морде текла кровь. Я на несколько секунд оцепенел от неожиданности. Волк, не отрываясь, смотрел на меня, а потом выпрыгнул в разбитое стекло, как бы показывая мне дорогу. Я тем же путем выбрался из избушки и только потом понял, что произошло. Я уснул, а из горящей печи выкатился уголек и пол в избушке загорелся. Видимо, волк каким-то образом пытался меня разбудить. Может, выл, а может, скребся в дверь, но я этого не слышал. Очень крепко спал. И когда он не смог меня разбудить, то ломанулся в окно так, что вынес лбом двойное стекло. Он сильно поранился, но спас меня от неминуемой смерти. «А где же он, твой спаситель?» «Где Тихон?» Спросила изумленная Танюшка. «Думаю, скоро придет. Вот раны залежит и вернется. Ты за него, внучка, не переживай. Он у нас настоящий герой, а герои не пропадают». Понравилась история. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!